Рекламных пять секунд. Переходи по ссылке ниже на статью «Что такое любовь? Как ее узнать?» Притча. Один из самых известных техномузыкантов «Новой волны», немецкий диджей Борис Брейча Борис Брейха, стал гостем шоу с черным перцем на радио Energy. В процессе общения с ведущими Борис Брейча поделился историей возникновения своего сценического образа. Главная его фишка – выступление в карнавальной маске венецианского шута. Борис Брейча выступает в карнавальной маске венецианского шута. Фото, материалы, пресс-служб. Все просто. Мой первый гик был в Бразилии, и я думал о карнавале. Там выступали многие диджеи, и мне захотелось сделать что-то, чтобы запомниться людям. Вначале маска была очень маленькой и невзрачной, но я все-таки вышел в ней. Эффект оказался правильным. Теперь у меня уже есть огромная маска шута, и она создает крутую атмосферу, – рассказал Борис. Отметим, что Бориса Брейча считают королем минимал техно. Именно он, по мнению многих, олицетворяет собой этот жанр, и даже стоит на его вершине. Однако музыкант все равно был искренне удивлен количеством его поклонников в России. Узнав, что в нашей стране его фанаты называют просто Бори, музыкант отметил, что, по его мнению, это звучит очень тепло и приветливо. В России же так часто делают, как я понимаю, просто сокращают ими. Мне это по душе, отметил он в эфире. Борис Брейча с ведущими шоу Саймоном. Фото, материалы, пресс-служб. Для своих российских поклонников Брейча сделал неожиданный щедрый подарок. Встал за вертушки и исполнил свой новый трек Спайси в эфире радиостанции. Это было неожиданно и круто еще и потому, что обычно диджей такого уровня не презентуют свои новые композиции в медиа, а устраивают премьеры исключительно на масштабных международных фестивалях. Спайси выходит как раз сегодня, заявил Брейча. Это первый сингл нового альбома, который можно будет услышать в августе. Скоро выпустим еще пять синглов и два EP, так что появится много свежего материала. Коснулся диджей и темы пандемии. По словам музыканта, Германия до сих пор на карантине из-за пандемии, многие фестивали там отменяют. Но Борис находит и в этом свои плюсы, уже почти полтора года никаких выступлений в Европе, все либо отменили, либо перенесли на следующий год. Но для меня это не так страшно. Появилось много времени, чтобы работать в студии, проводить время с семьей и заниматься прочими обычными вещами. Мне даже понравилось. Впереди у музыканта концерты в США и в мексиканском Тулуме, а сейчас он после четырехлетнего перерыва совершает турны по России, в его гастрольном графике Москва, Екатеринбург, Сочи, Уфа и другие города большой страны. И его возвращение российские поклонники ждут с нетерпением. Уже больше 12 лет я... Напоминаем, прочитай статью «Что такое любовь? Как ее узнать?» Притча по ссылке ниже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова